Это четвёртая и крайняя часть прогулок по Алматы в мой приезд в августе-сентябре 2021-го. Здесь я пройдусь по Тимирязево мимо Атакента до Казгу, там поднимусь до Альфараби, проспект, который, кажется, показываю прямо во всех этих видео. По Альфараби мимо Ясента я пешком схожу до пересечения с Достык, и оттуда также пешком поднимусь на Коктебе. Кроме этого ролика, на канале есть тизерный видос от сентября 2021-го, где я рассказывал о поездке в целом, а также видео про жизнь в Алматы, и, конечно, несколько видео про алматинские горы, Кокжаляу, Бутаковка, Шамбулак и Манджелка. В общем, подписывайся, контента про Алматы на канале теперь достаточно. Сейчас я на улице Тимирязева между Гагарина и Жарокова. И вот здесь тоже БРТ понастроили. Это вторая улица с БРТ в Алматы. Улица Тимирязева появилась в 60-х. Теперь сложно представить, но когда-то это было окраиной города, а сам город отстоял дальше от гор. Алматинский колледж строительства инородных промыслов. Раньше это было лицеем, то есть ПТУ, но буквально лет 5-6 назад все лицеи, бывшие ПТУ, переименовали в колледж, но по факту концепция осталась та же самая. На самом деле улица как улица, ничего особенного здесь в ней нет. Это не спальник, как микрорайоны, но и не пафосный золотой квадрат, что-то между. На пересечении Тимирязева с улицы Уэзова встречаем первую локацию, куда стоит свернуть. Это называется Атакентом, эдакий аналог ВДНХ в Алматы. Кстати, раньше он и назывался ВДНХ, я успел забыть, вспомнил только сейчас. В общем, тут располагается выставочный комплекс, который был создан в начале 60-х как выставка достижений народного хозяйства Казахской СССР. Удивительно, но эти арки на входе, без которых Атакент не Атакент, построены только в 80-х. Встречает нас дом приема в Бакшасарай. Кажется, на этом месте находился главный павильон выставки. Как по мне, так этот дом приемов выглядит максимально безвкусно. Тот главный павильон, впрочем, выглядел тоже так себе, так что шило на мыло. Кажется, совсем недавно через эти арки можно было въехать на машине на территорию комплекса. Да, комплекс это не только выставочные ангары, но и парковая зона, которая сейчас стала полностью или почти полностью пешеходной. Когда-то нас водили сюда с группы на тематические выставки, это было лет 15 назад. Сегодня, как мне кажется, фокус сместился и главное здесь именно пешеходный парк, а павильоны скромно спрятались с краю. Мы до них еще дойдем. А вот выставочные павильоны. Их можно попробовать сравнить с московскими и не начиная сравнивать понять, что они несравнимы. В Алматы это какая-то бесформенная фигня, которую стыдно показывать, поэтому мы на них останавливаться не станем. С краю, кстати, кажется, что павильоны действительно занимают малую часть парка. Фактически они достаточно огромные, где не видно глубины. Не могу сравнить с тем, что здесь было раньше, тупо не помню. Но сейчас все выглядит очень неплохо. Проходим через аллею параллельно выставочным павильоном и видим прямо по курсу небольшую сосновую рощу. Здесь тоже не хватает понимания масштабов, потому что она на самом деле гораздо больше, чем кажется. Я зайду буквально на 50 метров вглубь. У меня сегодня не получится посетить ботанический сад, к которому Атакент примыкает, но вот эта аллея напоминает мне как раз внутренние дороги ботанического. Можно считать, я увидел все, что хотел. Можно возвращаться обратно на Тимирязево. Уголок мезогини. Да, тут за последние лет 5 все-таки наворотили инфраструктуры. Как раз 5 лет назад я здесь был крайний раз. Здесь достаточно много мест для неспешных моционов. Правда, мало где в выходной день можно погулять в одиночестве. Сейчас в парке много людей. Это я по-прежнему стараюсь ухватывать сцены так, чтобы людей в кадре было поменьше. Сделав круг по Атакенту, не выходя, ухожу к востоку. Здесь находится рынок Каркара, который мы сейчас не увидим. А к нему с южной стороны примыкает, можно сказать, торговый центр Студент. Хотя, возможно, он сейчас переместился в свежепостроенный мол Атакент. Студент — это такое место, куда раньше ходили за мобильниками. Наверное, самый пик популярности пришелся на вторую половину нулевых. Еще был ЦУМ в центре города. Там на первом этаже тоже в основном продавали мобильные. Эх, было же время. Здесь я тоже в те годы очень часто ошивался. За студентом находится ТРЦ-галерея. Тоже очень старое место, которое даже внешне как будто совсем не поменялось. И, наконец, на горизонте появляется улица Тимирязева. Любимая рубрика — камера на Алматинских перекрестках. Далее иду по Тимирязево на восток, вдоль ограждения ботанического сада. А вот в ботанический сад я сегодня планировал, но это не попаду, потому что с этих выходных не пускают людей с синим статусом в ашике. А у меня он синий. По возможности, в ботанический нужно сходить хотя бы раз. Это уникальное для Алматы место. С одной стороны — дендрарий, где можно разглядывать разные растения, некоторые из которых в Алматы больше нигде не встретишь. С другой стороны, в глубине сада находятся укромные места, где можно побродить в одиночестве. Тут я, забыв выключить таймлапс, подхожу к Казгу. Сейчас я нахожусь на территории казну имени Аль-Фараби. В советское время назывался Казгу имени Кирова. Это основной университет страны. И для меня он примечательно сейчас тем, что, во-первых, здесь очень хорошо облагороженная территория. Во-вторых, она открыта, что немаловажно. Сейчас во времена ковидных ограничений я могу пройти через парк около университета. А это дворец студентов имени Жолдозбекова. Территория казну — это не просто универ и парк вокруг. Это целый городок, занявший 84 гектара площади. С центром инноваций, общежитиями, дворцом студентов и даже пишут собственным кинотеатром. В общем, примерно то, что нам показывают в американских фильмах. Обучение в университете, по предварительной информации, стоит почти 2,5 миллиона тенге в год. Отсюда хорошо проглядываются объекты, оставшиеся после Азиады. Справа по зимним видам спорта. И Ессентайка. Я на самом деле не знаю, как официально называется это здание. На нем написано Рис Карлтон, то есть отель Рис Карлтон. Все его в народе называют Ессентайкой. По наличию на первом этаже, на первом и втором там, на нижних этажах находится Ессентай Мол. Одно из самых таких вот дорогих мест в контексте торговых центров Алматы. Здание называется Ессентай Таур. В нем 38 этажей. И это одно из самых высоких зданий в Казахстане. Выше только северное сияние в Астане. И сразу за аллеей начинается относительно небольшой парк. Я знаю, что здесь находится общежитие. Кто живет в этих общежитиях, я не знаю. Здесь есть офисные здания. Причем под патронажем университета Аль-Фараби. Всяким инновационным проектом выделяли офисные помещения. И типа не очень дорого. Для меня это место примечательно, во-первых, потому что по этой дороге, по этому тротуару я когда-то ходил на работу лет 8-9 назад, когда работал на Садпаева. Там пониже. А справа находится ботанический сад. И парк университета отделен от ботанического сада забором. Таким советским, вафельным. Я потихоньку приближаюсь к уже знакомому проспекту Аль-Фараби. И сейчас на нем я сверну налево и пойду в сторону Ессентайки. Честно говоря, даже удивительно, что через территорию университета можно пройти до сих пор. Я думал, что здесь поставят калитку хотя бы. И пускать уже никого не будет посторонних. Если приглядеться, то на небе видно, что целое облако пыли летает над городом. От университета имени Аль-Фараби выходим на проспект имени Аль-Фараби, примерно посередине его протяженности. Направляюсь на восток, в сторону проспекта Досток. Совсем недалеко находится тот самый Ессентай Таур. В этот раз получится подобраться к нему поближе. Ессентайка – мегапафосное место в рамках города. Это здесь 6 лет назад продавали помидоры по 10 тысяч тенге за килограмм, а год назад арбуз за 60 тысяч. В студенческие и постстуденческие годы мы здесь зачем-то частенько обитали, ходили в кинотеатр. Помню, что стандартный набор из колы и чипсов здесь стоил дороже, чем сам билет в кино. Я думаю, здесь особых комментариев не нужно, чтобы понять, что место достаточно пафосное. Прадо, Диоры всякие. Заходить в торговый центр не будем. На самом деле, там нет ничего такого, зачем сюда стоило бы идти. Может, только навороченные бутики. Зато пространство около небоскреба – это вырванный с контекста уголок лакшери жизни, где тяжело дискутировать о том, насколько низкие в Казахстане зарплаты. Я лично не понимаю понта купить Бентли, Майбах или Роллс-Ройс и висеть на выходных в Ессентайе. Какие-то астанинские понты. Как будто на автовыставку приехал. Само строение заслуживает внимания и регулярно его получает, судя по количеству упоминания в видосах блогеров типа меня. А здесь должна течь река Ессентай, которая почему-то не течет. За рекой Ессентай, она же Весновка, районы будто попроще по тип спальных микрорайонов. Но воспринимаются они, конечно, гораздо круче. Да и жилье здесь подороже. Далее нам открывается панорама из Нурлытау и, так сказать, банковская аллей за Сифулина справа. Это все задает городу современный стиль, по которому узнается нынешний Алматы. Я тут уже проходил в предыдущих видео, поэтому не буду останавливаться. Продолжаю направляться к проспекту Альфараби. С одной стороны, это один из самых навороченных районов в пределах города, а сам проспект Альфараби это такая пафосная улица. С другой стороны, это магистраль, через которую объезжают городские пробки. Не всегда, кстати, удачно. По вечерам этот хайбэй с ограничением скорости 80 километров обязательно стоит, практически не двигаясь. Тысячу раз стоял в этой пробке. Ну и думаю, особой радости нет жителей работать на Альфараби, каждый день дышать тем, что производят эти стоящие в пробках машины. Одна из крупнейших улиц города. Мурал на доме, сбоку вон там. И он, он о коррупции. Вернее, о борьбе против коррупции. А теперь моя точка назначения, наконец-то, Коктюбе. То есть вот эта вот телевышка и гора, которая находится под ней с парком. Именно отсюда я в предыдущие дни уезжал до Кокжаля у Бутаковки и Шимбулака. Видосы про каждую из поездок, разумеется, на канале. Я сейчас выше Альфараби, а районы выше Альфараби в Алматы считаются элитными районами. Ну и это, это же заметно по автотрафику вокруг, как он поменялся. Но опять же, если приглядеться, то дома конкретно здесь не очень-то и навороченные. Думаю, когда район застраивали, не планировали, что расположение выше Альфараби будет что-то решать. В отличие от Самала, который сразу строился как образцово-показательный современный городской район. На улице Амаровой, которую на две остановки выше Альфараби, сворачиваю влево. Здесь мало что интересного, поэтому проматываю. Лично я бы не отказался жить конкретно в этом районе. Думаю, это один из самых удобных районов, если работать в центре. Там мы видим мечеть Альхамид, а значит почти пришли. Еще немного прогулки ногами и доходим до парковки. Здесь же, конечно, нескольких автобусов, 95-го, например, который едет аж до Алтан-Арда. А в этом месте начинается самое интересное – пеший подъем на Коктюбе. Он такой, средней тяжести, но все-таки подъем. Раньше за пеший проход брали деньги, отменили буквально лет 5 назад. Подняться наверх можно еще несколькими путями. На канатке от Абая до Стэк, на местных шаттлах, либо на личном автотранспорте. Но если время позволяет, то я рекомендую прогуляться именно пешком. По дороге встретим несколько панорам. И, конечно, битал Матинской телебашни, который будет открываться в нескольких местах по пути. Что мне тут не нравится, никакого тротуара нет, а движение интенсивное для такого места. При большом количестве такие же, как я, пешеходов. Вот и первая панорама. Отсюда видно проспект Альфараби, примерно на пересечении с Достыка, откуда мы повернули вверх. И, конечно, горы, правда в сентябрьской дымке. Еще примечательно то, что Альфараби изгибается влево. И Нурлатаус и Синтайка оказываются прилично далеко друг от друга. Хотя снизу кажется, будто они друг от друга по прямой. И, конечно, один из символов города – телебашня Коктюбе. Одна из самых высоких в мире, кстати, 371,5 метров высотой, не считая высоты над уровнем моря. По проекту на телевышке должен был быть ресторан и смотровая площадка. Но что-то пошло не так, и в телебашню до сих пор не пускают, что очень жаль. Продолжаем подъем наверх, там еще посмотрим панорам. Я почти наверху, и, разумеется, встречает меня ресторан. Ресторан называется Абай, и он относительно свежий. Это ресторан казахской кухни, что, думаю, будет интересно туристам. Его можно считать элитным, хотя я тут посмотрел по ценам, они выше средних, но не сказать, что прям дорого. Тысячи на три-четыре рублей посидеть можно. Наверху парк развлечений, достаточно шумное место. Будто бы стало больше хаоса с момента последнего посещения парка. Место очень посещаемое, как-никак Коктюбе. Один из символов Алматы и одна из главных туристических точек. Сами алматинцы сюда, впрочем, тоже ходят. Не помню в Алматы мест и районов, которые сделаны прямо под туристов. С позиций потока туристов город пока не дотягивает до того, чтобы такие районы появлялись. Иду в самую дальнюю точку парка, где можно поближе подобраться к телевышке. Оттуда есть спуск в сторону ущелья, где поспокойнее. Здесь такая прогулочная зеленая аллея со скамейками и смотровая площадка. Если те смотровые, которые видели до этого, обращены к городу, то сейчас мы смотрим на горы. Да, город примерно на Коктюбе и заканчивается, если не брать в учет район Кинсая, он же широкая щель. Центр Алматы смещен к востоку и упирается в горы, поэтому здесь так интересно получается. Возвращаюсь обратно наверх, в суету. У подножителей башни еще одна панорама на тот же проспект Альфараби, но в этот раз немного повыше. Сейчас 6 часов вечера, дело близится к закату. Теперь в сторону колеса обозрения и канатки. По дороге встречаем небольшой зоопарк. Это можно считать неотъемлемой деталью парка Коктюбе. Офигевает от жары. С клювами открытыми ходят. Озбекский боевой петух. Волфигии. Сваивал колеса. Конечно, в нашем доме можно было нед�로 это так сделать. Волфигии. Волфигии. Пол essas раз. Оксус. Офигеть. Офигеть. В парке очень шумно, к этому нужно быть готовым, если соберешься сюда в выходной день. Впрочем, на выходных в Алматы во всех парках и общественных местах примерно так же шумно, даже в горах. Все-таки 2 миллиона жителей на достаточно ограниченную площадь. А вот это прикольно, кинотеатр под открытым небом. В общей суете он добавляет окружению шума, но задумка классная. Поставили копию быка с Уолл-стрит, со всеми причиндалами, так сказать. С этих мест открывается самая каноническая панорама Алматы. С контровым светом и в дымке детали видно плохо, но общая атмосфера того стоит, чтобы разглядывать ее прямо сейчас. Продолжение следует... Далее снова встречаем ресторан Абай и направляемся на выход из парка. Вниз спускаться гораздо легче, хотя колени по-прежнему не очень рады таким прогулкам. Потом была поездка на 95-м автобусе по Алматы в сторону Микроф. За окном уже проспект Досток. А это мы сворачиваем с Досток на Садпаева, дальше по прямой едем на запад. Это крайнее видео с прогулок по Алматы, если не считать день выезда из города. Через три дня у меня вылет в Бишкек, откуда улечу в Санкт-Петербург, где проживу целый месяц перед тем, как улететь на два с половиной месяца в Краснодар. Текст к этому видео я как раз в Краснодаре и написал, а свожу его уже снова, будучи в Петербурге. Я много езжу, путешествую, смотрю мир в рамках возможностей и видел уже достаточно. Но где бы я не был, конечно, я помню, откуда я родом и какой город лучше на земле. Был рад повидаться с Алматы спустя два года разлуки. Не знаю, когда приеду сюда снова, но приеду однозначно. И ты приезжай в гости в мой родной город, если еще здесь не был. Продолжение следует...